Сегодня правительство Соединенных Штатов тратит 54% годового бюджета на оборону и безопасность страны. Но угроза терроризма, мятежей и революций возникала еще в древнем мире. В Риме придумали зажигательные бомбы, которые поджаривали захватчиков живьем. Первая бомба, доставленная по почте, должна была убить европейского князя. Биологическое оружие массовое поражение привело к уничтожению целого города. Огромная скала прославила величайшего революционера и гладиатора в истории Спартака. Древние открытия представляют забытый текст 700 лет недавности, который помог изменить ход американской истории в 20 веке. В нашей сегодняшней передаче неизвестная жестокая история революционных нововведений. Древние открытия Террор, революция, восстание, оружие массового поражения – эти понятия стары, как сама война. Чтобы понять эволюцию военных преступлений, древние открытия расследовали старейшие теракты в истории. Некоторые древние авторы, такие как Фессал и Павсани, рассказали о резне в Кире в 585 году до нашей эры. Трагедия, во время которой за несколько дней погибло 20 тысяч человек. Но древние источники настолько по-разному излагают события, что мы не знаем, что же там случилось. Историк Беттани Хьюз отправилась в Киру, чтобы выяснить, какие факты скрываются за легендами. Мне не терпится заняться изучением этой темы. Обычно люди считают мифы и легенды древнего мира своего рода сказками. Но если подойти к ним по-научному, то легенды перестанут быть сказками, и их можно будет рассмотреть гораздо ближе к фактам. На берегах Эгейского моря когда-то находился оживленный порт Кирра. Это был один из важнейших городов древнего мира, вроде сегодняшнего Вашингтона. Через него проезжали многие лидеры и сановники. Единственное, в чем сходятся древние источники, это в том, что за несколько недель Кирра и его население были полностью уничтожены. Это док Киры. Если вы приедете сюда, то можете услышать призраков прошлого. Представьте, что сюда приезжали торговцы, они продавали экзотические товары со всего мира. А потом, всего за несколько дней, тут воцарилась тишина. Как будто навсегда замолчала, это глава истории. Причина находится в восьми милях от Киры, в легендарном городе Дельфы. Приехав сюда, можно было услышать слова самого Аполлона через Оракула. Древние считали, что этот бог предсказывает будущее устами таинственных жриц Оракулов. Жрицы толковали слова бога, считавшиеся божественными откровениями. Их пророчества имели огромную власть. К ним приезжали цари, послы и генералы и задавали насущные вопросы. Стоит ли начать войну? Стоит ли заключать мир? Стоит ли вторгаться в страну? Так что это место имело большое значение для греков. Паломники приносили подношение богам, самые лучшие, какие у них были. Дельфы буквально ломились от сокровищ. Это было очень богатое религиозное место. Поэтому доступ сюда для простых людей был ограничен. Сюда можно было попасть через Киру. Жители Киры повели себя дерзко. Они начали брать налоги за возможность попасть в Дельфы. Дельфийские жрицы обратились к федерации богатых и могущественных греческих государств, Амфиктионической лиги. Эту лигу учредили, чтобы она защищала интересы храмов и религиозных празднеств по всей Греции. Либо влиятельные жрицы теряли деньги, либо они действительно считали, что жители Киры совершают святотатство. Неизвестно. Известно лишь то, что они обратились за советом к богу Аполлону. Аполлон дал им решительный и страшный ответ. Он сказал, что Амфиктионическая лига должна повлиять на ход войны, что эта страна будет рождать детей уродов, что ее надо сравнять с землей, чтобы тут не росли даже деревья, что все население нужно уничтожить, произвести этническую чистку. При поддержке богов лига осмелела и начала планировать, как уничтожить Кирру. Но в Древней Греции было непросто учинять массовые расправы. Помимо моральной стороны были еще и практические трудности. У древних греков не было оружия массового поражения, такого, как у нас. Что они сделали? Лига обратилась к Салону, правителю Афин, самого большого, богатого и развитого города Древней Греции. Он подал невероятно амбициозную идею. Салон принял решение, которое изменит правила войны вплоть до сегодняшних дней. Согласно древним текстам, это был первый подобный акт в истории. Он решил отравить весь город с населением в 20 тысяч человек. Он заметил, что в городе течет единственная река. Трудно поверить, что на том месте, где я стою, в этом горячем источнике, берет начало река Плейст. Когда-то она имела жизненно важное значение для города. Она снабжала жителей пресной водой. Здесь встречалось растение черемица. Тут в древних текстах начинается расхождение. В некоторых говорится, что Салон нашел трубу, через которую вода из реки поступала в город и бросил в нее растения. В других говорится, что он сделал запруду, наполнил резервуар растениями и отравленная вода потекла в город. В одних источниках говорится, что Салон бросил в воду корни черемицы и ждал, когда она пропитается ядом. Мы не знаем, что произошло. Откуда он мог знать, сколько нужно яда? Если Беттани с помощью современной науки поймет, как именно отравили воду, она выяснит, бросил ли Салон растения в запруду или измельчил их и побросал в саму реку. Мы сделаем анализ черемицы, чтобы узнать, как действует активный ингредиент, насколько он сильный, какая нужна концентрация для максимального эффекта. К Беттани присоединился химик Тим Галлахер. Они сделают анализ характеристик самого первого оружия массового поражения. Мы возьмем корни растения, они наиболее токсичны, и опустим в воду. Оставим на 15-20 минут, и каждые 10 минут будем брать пробы воды, чтобы построить диаграмму, как токсин из корней проникает в воду. Так действует большинство ядовитых растений. Беттани и Тим отнесли образцы в лабораторию. Насколько ядовито это растение? Какое количество этой травы древние греки бросили в воду? Если график идет вверх, это указывает на наличие алкалоидов, и один из них известен как токсичный алкалоид. Тексты показали, что корни чимерицы высокотоксичны, а главная концентрация ядовитых веществ в воде достигла критического уровня всего за несколько часов. Результаты поразительные. Они полностью подтверждают то, что написано в древних источниках. Эти образцы черемицы содержат ядовитые алкалоиды, своего рода химические коктейли. Теперь Бетта не уверена, что она знает, как древние поступили с ядовитым растением. Токсины проникли в воду. Больше ничего делать не надо. Достаточно измельчить образцы и бросить их в воду, как сделали в VI веке до н.э. Это означает, что загадка массового убийства решена. Испытания показали, что, скорее всего, Солон и его люди измельчили чимерицу и бросили ее в воду. Остальное сделала химия. На жителей Кирры отравленная вода оказала страшный эффект. Они умерли в ужасных мучениях. Сначала женщины и дети, а потом мужчины. Город был уничтожен. Война приняла новый оборот. Это важный момент в истории Древней Греции. То, что сделали древние греки, противоречило Военному кодексу чести. Для древних греков война была чем-то аристократическим и почетным. Они сражались честно, не убивали мирных граждан. Древние открытия выяснили, что легенда о страшном биохимическом оружии подкреплена фактами. Наука помогла понять, как был уничтожен город Кирра. Жестокость людей, которые это совершили, была настолько вопиющей, что пришлось изменить правила войны. Амфектоническая лига издала декрет, в котором говорилось, что отныне на войне запрещается использовать биологические элементы, что нельзя отравлять вражеские источники, даже если нужно захватить город. Это грязный путь. Отголоски этого декрета слышатся и сегодня в Международном договоре о неиспользовании биологического оружия. От оружия намеренно или ненамеренно страдают мирные граждане. Армия использует фугасы, кассетные бомбы, мины заметленного действия, от которых страдает население. Террористы используют придорожные бомбы, ловушки и взрывающиеся конверты. Поразительно, но эти изобретения появились еще когда придумали взрывчатку. При партизанской войне, когда кучка людей борется с регулярной армией, важным элементом являются импровизированные взрывчатые устройства, или ИВУ. Их взрывают издалека, и они позволяют повстанцам неожиданно атаковать врага. Если вы состоите в небольшой группировке или крохотной ячейке, то у вас не так много возможностей нанести ущерб. Поэтому люди прибегают к этим технологиям. Это единственное, что позволяет им добиться цели. В древних текстах 16 века встречаются чертежи удивительных хитроумных бомб. Предшественников современных ИВУ. Но кто их сконструировал, как они работали и кто был целью? 16 век был временем невероятных механических изобретений. Многие люди, короли, герцоги, священники говорили, я сделаю фантастическую машину, которая убьет всех врагов. В то время процветали убийства государственных деятелей. Дешевле и безопаснее было убрать лидера, чем ввести в бой целую армию. Но как к нему подступиться? Убийца не мог подойти близко, потому что у лидера была охрана. Поэтому и придумали адские машинки. Адские машинки — это потайные устройства, замаскированные под какой-нибудь предмет. Например, бомбу могли положить в посылку или в сундук. Когда их открывали, устройство взрывалось. В 16 веке инженер-любитель из Польши Вольф фон Стифтенберг сконструировал разные виды оружия. Некоторые стали использовать, некоторые — нет. Он больше известен своими пушками и технологией подземных укреплений. Но мало кто знает, что он также описал первую в истории посылку с бомбой. В рукописях говорится о таинственной посылке, доставленной князю Ивану Шуйскому в 1581 году. Он, как и многие князья, хотел захватить средневековую Европу, и, как у многих князей, врагов у него хватало. Изготовитель моделей Ричард Уиндли попытался сделать копию первого Иву. Это посылка с бомбой. Немного громоздкая, но, учитывая ее назначение, она такой и должна быть. Моя задача — представить, как ее могли сделать в те века. Мы знаем, что тогда уже изобрели порох, но надо было придумать, как его поджечь. Пытаясь решить эту загадку, Ричард изучил описание запального устройства, описанного Сэмюэлем Циммерманом в 1573 году. Он писал, пружинный механизм, состоящий из камня и стали, срабатывает и получается огонь. Смысл этого может быть лишь один — колесцовый замок. Колесцовый замок, придуманный в 16 веке, был первым запальным механизмом. Тут есть колесико со страугольными насечками. Колесо крепят к сжатой пружине, отпускают с помощью крючка. Когда крючок срабатывает, колесико резко поворачивается. Над колесиком был кусок колчедана. Из-за трения между зубчиком и колчеданом появляется сноб искр. Этого хватало, чтобы воспламенить порох. Принцип действия немногим отличается от современной зажигалки. После изобретения колесцового замка появились бомбы-ловушки. Преимущество колесцового замка в устройствах, срабатывающих на расстоянии, в том, что он маленький, его легко спрятать. Он может находиться в том месте, где его поставили, до тех пор, пока не сработает механизм. Мы раскрыли только часть секрета первой посылки с бомбой. Колесцовый замок. Весь смысл в спусковом крючке. Он очень, очень простой. Вынимают один гвоздь из крышки. Через отверстие протягивают шнур. И закрепляют его, чтобы он не двигался. Никто ничего не мог заподозрить. Когда крышку открывали, шнур дергал спусковой крючок, колесо поворачивалось и высекало искру. От искры возгорался запал, и посылка взрывалась. Насколько серьезный ущерб могла нанести такая бомба? Есть лишь один способ узнать. На месте испытания в уединенном карьере Ричард взорвет средневековый сундук с бомбой. Поможет в этом эксперименте Брэд, манекен древних открытий. Мы предполагаем, что когда кто-то получал такой сундук, он не знал, что в нем, подарок или документы. Вероятно, его открывали за столом. И, скорее всего, в повседневной одежде. Самое опасное расстояние при взрыве бомбы, содержащей два килограмма пороха, всего полметра. Разумеется, мы не можем открыть его руками. Поэтому мы прикрепим шнур, чтобы открыть крышку с безопасного расстояния. Разумно предположить, что фон Стифтенберг именно так и испытывал свой прибор. Крышка открывается, сундук взрывается, и пламя опаляет лицо жертвы. Одежда загорелась, все лицо обожжено. Он наверняка ослеп, оглох и серьезно ранен, судя по отметинам на шее. Вы видите угольные следы от взрыва на лице. Человек погиб бы сразу после взрыва. Посылки с бомбами делали по самой передовой технологии. Хитроумной и смертельной. Но Иваншуйский не погиб от взрыва. Князья не открывали посылки сами. Вероятно, посылку открыл другой человек, и он погиб. Такое часто случается в наше время, когда присылают письма или посылки с бомбами. Повстанцы, владевшие простыми ИВУ, могли сдержать профессиональную армию. Цель партизанской войны – не разбить вражескую армию силой, а сломить ее волю. Подорвав моральный дух армии, можно выиграть войну. Неудивительно, что регулярные войска считают эту тактику грязной. У них она вызывает презрение. Две тысячи лет назад не существовало слова «террорист». Если бы оно было, так назвали бы самого известного человека в мире. Это был один из величайших людей в истории, внушавший ужас государству. За ним охотилась целая армия. Его имя гремит и сегодня – «Спартак». Специалист по выживанию Андрю Прайс спустился с 70-метровой скалы, используя только самодельный трос. Этот трос он сделал сам из крапивы. Растение, которое встречается по всей Европе. Я боялся, что если испытаю его, он разорвется. Поэтому я впервые проверяю, выдержит ли он. Эндрю повторит путь, который проделал самый известный революционный лидер в истории – «Спартак». Спартак был обычным человеком, появившимся из ниоткуда, который выступил против гигантской, коррумпированной организации и внушил ей ужас. Эта история началась более двух тысяч лет назад в Риме, на арене. Гладиаторы были рабами, то есть несвободными людьми. У них были хозяева, их могли покупать и продавать богатые торговцы, которые нанимали их для боев. Жизнь на арене была яркой, но опасной. Они развлекали публику и шли на смерть. Это был итог жизни гладиаторов. Какими бы тренированными они ни были, сколько бы они ни трудились, однажды им предстояло умереть, потому что это жаждало видеть толпа. Большинство гладиаторов были бывшими воинами, либо военно-пленными, либо отбывающими наказание в армии. Они знали, что такое свобода, и хотели ее вернуть. Одним из таких гладиаторов был Спартак. Он родился в 109 году до нашей эры. Спартак был иностранным солдатом. Римляне взяли его в плен и продали в школу гладиаторов. Надо помнить, что в окружении Спартака были в основном бывшие солдаты, военнопленные. Никто из них не был рабом от рождения. Их угнетало то, что кто-то победил их в бою, заковал в кандалы и начал указывать, что им делать. В 73 году до нашей эры Спартак и 70 его последователей бежали из школы гладиаторов в Южной Италии. Они скрылись на вершине ближайшей горы. Там к ним присоединились другие рабы, мечтавшие о свободе. Они поднялись в горы, чтобы видеть, когда их будут окружать враги. За ними отправили 3000 римских солдат. Римскую армию возглавил военачальник по имени Клодий Глабер. Он понял, что на горе слишком много высоких скал, и на нее невозможно подняться. Был лишь один перевал, единственный путь вверх и вниз. Он разбил там лагерь, потому что Спартак мог пройти только там. Ему оставалось только ждать. Он не предвидел осложнений. Там были рабы и беглецы. Он собирался их уничтожить. Он знал, что им придется спуститься вниз за водой, и он их убьет. Для атаки у него было не так много людей. Но Спартак нашел гениальный выход, поэтому его имя и стало нарицательным. Это был единственный случай, когда этот прием использовали в древности во время войны. Спуск на веревке. Блестяще. В древних источниках описывается, как Спартак и его люди срезали траву и плели из нее веревки, чтобы спуститься с горы на равнину. Древние авторы часто преувеличивали истории о героях и злодеях. Могла ли самодельная веревка из простой травы выдержать человеческий вес? Специалист по выживанию и альпинист Эндрю Прайс выяснит это с помощью крапивы. В такой ситуации придется импровизировать. Но когда люди оказываются в трудном положении, они стараются найти выход. Все растения состоят из волокон. У некоторых они длиннее. У крапивы волокна тянутся от самых корней до листьев. Так что они идеально подходят для веревок. И они очень прочные. Крапиву три дня сушили на солнце. Мы взяли несколько растений, согнули их в одну сторону, потом в другую, чтобы они стали более гибкими, а затем сплели их вместе. После этого нужно добавить еще несколько волокон, чтобы веревка стала в пять-шесть раз толще. С наступлением темноты Спартак и его люди подошли к обрыву. По другую сторону горы их ждали три тысячи опытных римских легионеров, которым поручили уничтожить их. До равнины было около трех километров. Спартак не знал, хватит ли наспех скрученных веревок для того, чтобы достигнуть дна. И он не был уверен, что веревки выдержат вес людей. К тому же он опасался, что римляне выставили часовых. Эндрю не понаслышке знает, с какими трудностями столкнулся Спартак. Он проверяет длину импровизированной крапивной веревки, спустив ее с горы. Выдержит ли она его вес? Веревка держит идеально. Я повис на ней и даже попрыгал. Должен сказать, это полный успех. Я не сомневаюсь, что Спартак и его ребята сделали крепкие веревки и без труда спустились с горы. Через несколько часов Спартак и его люди оказались на равнине. Они бесшумно обошли гору и захватили римских легионеров врасплох. Несколько сотен рабов и гладиаторов победили трехтысячное римское войско. Они глазам своим не поверили, когда вдруг перед ними появились рабы, которые, по их мнению, должны быть на горе, умирать от жажды и голода. А они спустились с горы и вырвались на свободу. Римский легион был уничтожен. Спартак и его армия скрывались от преследований больше года. К тому времени к восстанию присоединилось 70 тысяч рабов по всей Италии. В боях они победили еще шесть легионов. А Спартак стал легендарной личностью, о которой мы помним и сейчас. Мы сделали его героем. Для нас он рыцарь на белом коне. Человек, который всегда готов вас спасти в самой сложной ситуации. Где-то среди нас есть такой Спартак. Человек, который готов бороться за свою и нашу свободу. Но не только Спартак восстал против Рима. Оружие, использованное против римлян революционерами, до сих пор внушает нам ужас. К первому веку до нашей эры римская армия захватила Средиземноморье. Она оккупировала 2,5 миллиона квадратных миль земли, от Атлантики до Аравийской пустыни. Могучий Рим никто не мог остановить. Но имел ли Рим право порабощать остальной мир? На своем пути римляне встретили отчаянное сопротивление. В 83 году до нашей эры царь Митридат восстал против римских захватчиков. Митридат унаследовал царство на южном берегу Черного моря, в Малой Азии. Сейчас это часть современной Турции. В древности римская армия была лучшей. Традиционная военная тактика и оружие не могли ей противостоять. Лишь необычные средства могли остановить могучих воинов, внушавших страх. Это одно из лучших оружий, которое наводило страх на всех. Оно основано на примитивной человеческой эмоции – боязни огня. Огонь был лучшим оружием устрашения. Даже в 21 веке, когда повстанцы нападают на регулярные войска, они не идут в лобовую атаку, а бросают бутылки с зажигательной смесью и коктейли Молотова. Митридат приказал своим людям бросать в римлян смесь, которую назвали «горючей грязью». Римский автор Плиний описал это событие в 69 году до нашей эры, когда римляне осадили укрепленный город Самосату на территории современной Турции. Защитники использовали огненную грязь. Если она попадала на врага, он сгорал живьем в своих доспехах. Но может ли грязь гореть, смотря из чего она сделана? Понятно, что смесь была похожа на грязь или имела консистенцию грязи, но она была горючей. Мы считаем, что она состояла из сырой нефти и была плотной, как битум. Они поняли, что она горит, и решили использовать это качество и сделать из нее эффективное оружие. Тим синтезировал в лаборатории это оружие двухтысячелетней давности. Это на самом деле битум с добавлением нефти. Получается густое, похожее на патоку, вещество. Тим решил проверить, как оно действовало. Прилипало ли оно к доспеху? Мог ли человек сгореть? Оно горит. Здорово горит. Оно подвижное, начинает стекать в поддон. Вместо того, чтобы пылать на металлических доспехах, горящая грязь стекает. Может, Тим упустил таинственный ингредиент? Еще в одном тексте упоминался джут. Мы взяли дерюгу, из которой делают мешки. В этот материал и обмакивали горящую грязь. Тим сделал копию римских доспехов и привез их на наш испытательный полигон. Римляне носили пластинчатые доспехи, лорика сегментата. Они состояли из 34 железных пластин толщиной 2 миллиметра, соединенных кожаными полосками, чтобы создать защитный слой, и весили 6 килограммов. Каким образом мешковина изменит свойства горящей грязи? Результат поразительный. Удивительно. Эффект совершенно другой. Она мгновенно вспыхнула и продолжает гореть. Наибольшая опасность для солдата представляют две вещи. Во-первых, очень высокая температура. В таких доспехах воин мог просто поджариться. Во-вторых, как видите, смесь стекает, плавится, капает и горит. Она попадала на руки и другие части тела, и человек превращался в факел, так что она могла вывести солдата из строя. Горящая грязь раскаляет металл и сжигает кожу, так что воин в таких доспехах превращался в резервуар с горящей нефтью. Если она попадала под доспехи, эффект был разрушительный. Митридат использовал горящую грязь, чтобы дать отпор самым грозным врагам, римлянам. Он держал оборону 25 лет и нанес Римской Республике самое оглушительное поражение. Но даже огонь не смог справиться с могущественным Римом. В 63 году до нашей эры Митридат был побежден. Рим захватил Восток. Несколько сот лет спустя Рим столкнулся с силой более могущественной, чем армия. Ему противостояла вера. К 4 веку нашей эры официальной религией Римской империи было христианство, и на этот раз сами римляне использовали огонь, чтобы искоренить инакомыслящих. Кто ими были? Язычники. Тысячи лет, даже десятки тысяч лет весь мир, особенно западное, Средиземноморье и Ближний Восток, поклонялись многим богам. Поэтому язычество было очень терпимым. Оно позволяло молиться различным богам, и старым, и новым. Конечно, с приходом христианства появился только один бог, и был единственный способ ему поклоняться. В 325 году нашей эры император Константин объявил Рим христианским. После сотен лет религиозных гонений вдруг все изменилось, и христианство стало главной религией. В каком-то смысле христиане стали преследующим большинством, а не преследуемым меньшинством. Текст 5 века нашей эры объясняет, как христиане использовали огонь. Древний автор Диакон Марк пишет, что в храме города Газа нашли прибежище множества языческих священников. Христиане, чьи личности и мотивы нам неизвестны, подожгли храм, чтобы выгнать язычников. Таинственный древний автор, которого называют христианским оракулом, пишет, что огонь был настолько сильным, что бронзовые двери храма расплавились. Но бронза плавится при температуре 950 градусов. При пожаре температура пламени 420 градусов. Как такое возможно? Может, древние источники преувеличивают силу огня? Трудно понять, как именно они это сделали. Как они достигли такой высокой температуры, чтобы расплавились двери? Христианский оракул пишет, что смертельным ингредиентом был вар, скорее всего, состоявший из природной сырой нефти, серы и свиного жира. Эти три простых ингредиента способны повысить температуру до такой степени, чтобы расплавить металл. Мы устроим свою преисподнюю и попробуем расплавить металл. Не думаю, что у нас получится, но, возможно, я ошибаюсь. Беттани пригласила Тима Галлахера. Сейчас это похоже на обычный костюм. Пара экзотических ингредиентов. Серо, свиной жир, и у нас получится вар. Надеюсь, он будет достаточно горячим, чтобы расплавить металл. То есть он должен быть 950 градусов. Господи, вот это жар! Да, лучше отойти. Смотри на двери. Они корежатся. И обесцвечиваются. Уже видны внутренности храма. Да. Туда ворвался горячий воздух и горячий газ. Да. Не позавидуешь тем, кто находился в храме. Это ужасно. Это не просто научный эксперимент. В газе внутри здания находились люди. В этот момент они наверняка поджарились. И задохнулись. И до последнего молились своим богам. Беттани и Тим потушили огонь через 4 часа. Ничего себе пожар. Очень горячо. Тут большие дыры сгорело до основания. 980 градусов. Термометр зарегистрировал температуру 980 градусов по Цельсию. Это 1796 градусов по Фаренгейту. На 50 градусов больше, чем температура плавления бронзы. Древние авторы оказались правы. Битумная смесь со свиным жиром действительно расплавила бронзовые двери. Они расплавились. Это означает, что их смесь была достаточно горячей. Слишком. Свиной жир горит при более высокой температуре, чем дерево, из-за энергии в жировых клетках. Хотя для того, чтобы он загорелся, нужно больше тепла. А еще он горит в 4 раза дольше дерева. Этих людей было лучше не злить. Они не просто уничтожили храм, они хотели стереть его с лица земли. Это было тщательно продумано. За несколько часов мы уничтожили двери до основания. Небо стало оранжевым из-за пламени. Это было своего рода послание миру. Пришло христианство, оно будет истреблять язычество, стирать его с лица земли. Столкнувшись с безжалостными христианскими гонениями, в первом тысячелетии старые верования зачахли. Древние открытия отправляются во Вьетнам. Мы изучим военный справочник древней армии, в котором описано оружие, которым терроризировали американские войска в 20 веке и монголов 700 лет назад. Древние открытия изучили справочник, которым пользовались вьетнамцы, чтобы вести партизанскую войну, как против Соединенных Штатов в 20 веке, так и бороться с самой могущественной армией на 700 лет раньше – с монголами. В 1286 году нашей эры бесчинствовала армия великого Кублай-Хана. Они быстро передвигались и не брали пленных. Тех, кто сопротивлялся, убивали. Под защитой Китая монголы распространились по Юго-Восточной Азии и добрались до Вьетнама. Представьте себе скромного крестьянина, еле сводящего концы с концами. И он слышит о приближении монголов, у которых была чудовищная репутация. Это означало, что его жену изнасилуют, детей заберут в рабство, а его самого убьют. Но один удивительный человек изменил ход истории. Его звали Чан Хинг Дао. Это вьетнамский лидер. Он стал подбивать население, противостоять монгольской орде, которая надвигалась на эти холмы. Чан Хинг Дао и его люди ездили от деревни к деревне, агитировали оказать сопротивление, призывали бороться с захватчиками. Чан заявил, что составил руководство по партизанской войне, которое получит каждый гражданин. И если они будут следовать этому руководству, то смогут победить монголов. В этой книге собран весь его опыт. Она составлена так, что была доступна каждому. Это руководство по партизанской войне? Это невероятная книга открывает секреты оружия и тактики партизанской войны. Это пособие для новичков по партизанской войне. Археолог-экспериментатор Джон Нейлор отправился во Вьетнам, чтобы узнать, как слова рисунки Чан Хинг Дао можно применить в реальной жизни. Книга содержит четкие инструкции, как делать ямы-ловушки. Чан Хинг Дао пишет, что надо выкопать яму и вбить в нее колья. Колья вырезались из бамбука. Потом яму маскировали, чтобы монголы ее не заметили, и напоролись на колья. Глинистая почва осложняла работу. Это была утомительная работа. В книге сказано, что надо с помощью бамбука из джунглей сделать механизм для ловушки. Колья делали из бамбука. Он растет по всей Юго-Восточной Азии и используется во всех областях жизни. Его легко резать и рубить, и его много. Мои материалы буквально растут на деревьях. Это военный завод. Но свежесрезанный бамбук слишком гибкий, чтобы стать смертельной пикой. Чтобы он стал острым и твердым, его закаляют на огне. С доисторических времен известно, что на огне бамбук высыхает и становится твердым, как железо. Это то же самое, что готовить стейк. Когда вы его жарите, он из мягкого становится твердым. Сейчас я готовлю бамбук. И он станет твердым. Это смертельный рецепт. Джону потребовался час, чтобы построить яму-ловушку по рисунку Чан Хэнгдао. Он использовал материалы из джунглей, простой нож и лопату. Такими же инструментами пользовались вьетнамские повстанцы. Используя эту технологию, вьетнамцы сделали джунгли смертельно опасными для монголов. Но они не ограничились обычными кольями. В книге описано еще более смертельное изобретение – валики с шипами. «Я вырыл яму, вбил в нее колье и добавил валики, как описано в манускрипте Чан Хэнгдао. Это ужасная штука. Если вы в нее попадете, то вас распорят либо снизу, либо сбоку, либо сверху. Если попытаетесь шевельнуть ногой, станет еще хуже». Монголов, которые проваливались в ловушке, распарывало до коленей, а мышцы ног наматывались на такие валики. Осталось ее замаскировать и спрятаться, поджидая, когда в нее попадет следующий монгол. Ямы-ловушки, на первый взгляд, кажутся неэффективными. Но когда их много, местность превращается в смертельное оружие. Они задержали войска оккупантов. В 20 веке копии чертежей древнего руководства распространяли вьетконговцы, которые использовали ту же тактику и те же устройства во время Вьетнамской войны. Именно они нанесли наибольший ущерб американской армии. Но дело было не только в увечьях. Психологический эффект. Они внушали страх вражеским солдатам, лишали их желания идти в наступление, отбивали у врага охоту воевать. Если сломить волю противника, можно победить до начала сражения. Монголам не удалось вторгнуться во Вьетнам, и они отступили. Чтобы в 1288 году атаковать его с моря. Монгольский флот был самым большим в мире вплоть до высадки союзных войск. В нем насчитывалось 800 кораблей. Как Чан Хэнгдао помешал монголам напасть на страну по суше и пресек атаку с моря. Он использовал тот же принцип ямы-ловушки в таких масштабах, которые не видел мир. Древние подводные колья – вот все, что осталось от самой большой ловушки в истории. Она должна была остановить целый флот. Чан Хэнгдао подготовился к битве за 15 дней. Он обратился за помощью к местным жителям. Его солдаты и простые граждане сделали огромные деревянные колья с металлическими наконечниками. Монгольский флот плыл вверх по течению, когда вахтенные заметили флотилию вьетнамских лодок. Решив, что перед ними легкая цель, ничего не подозревавшие монголы бросились в погоню. Чан Хэнгдао заманил монгольский флот вверх по реке, заставив его погнаться за небольшой флотилией. А когда начался отлив, монголы оказались в ловушке на острых пиках. Эти пики вошли прямо в днище их кораблей, затопив их. Тогда вьетнамцы напали на них из засады. Без флота монголы оказались беспомощными. Чан Хэнгдао их уничтожил. За несколько дней Чан Хэнгдао уничтожил шесть тысяч монгольских солдат и более четырехсот кораблей. Это был сокрушительный удар. Бал великий оплот монголов. С помощью этого справочника небольшая, неимущая нация победила сверхсильного врага. На протяжении веков этим справочником пользовались, чтобы противостоять врагам, оккупантам и колонизаторам. Вьетнамцы не собираются отказываться от независимости. Ни в пользу китайцев, ни в пользу американцев, ни в пользу французов. Они будут бороться до конца. Любыми средствами. Эта книга «Секрет выживания Вьетнама» бдительно охраняется государством. Люди помнят о том, что в ней написано. Если Вьетнаму придется противостоять очередным захватчикам, они снова откроют эти страницы. Фильм, переведенный и озвучен отделом дублирования телерадиокомпании Петербург, Пятый канал.